Александр был осужден за превышение мер самообороны. Три года условного срока получил в 2014-м. Наказание вынес Ленинский районный суд. Погнался человек, спровоцировал конфликт. В этом конфликте упал, оступился. Получился один ушиб. Так как мы написали на него заявление, ну, очевидно, или купил справки, я не знаю, каким-то образом. И получился пострадавшим, псевдопотерпевшим пострадавшим. Ну, а я получился на скамье подсудимых, как виновник всего. По месту жительства условно осужденных проводятся ежеквартальные профилактические рейды. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и полицейские уточняют, с кем проживает гражданин, где он работает, страдает ли алкогольной или наркотической зависимостью. Кроме того, опрашивают родственников и соседей. В целом уточняют, как мы живем, образ жизни, и все ли у нас хорошо. Если есть какие-то вопросы, то они обязательно нам помогают. Со стороны инспектора ведется помощь для таких людей, которые были условно осуждены. Мы проверяем осужденных, у которых наказание не связано с лишением свободы. Это такие наказания, как обязательные работы, исправительные работы, ограничения свободы, принудительные работы. Такая профилактика помогает самим осужденным. Осужденный понимает о том, что он постоянно находится под контролем, а родственникам, проживающим вместе с ним и соседям, помогает в том, что они понимают, что они могут обратиться к нам. На сегодняшний день в Севастополе проживает порядка тысячи осужденных, наказание которых не связано с лишением свободы. С начала года инспекторы проверили более 600 адресов. Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.